В своё время, это 2002 год, мы начинали здесь развивать эту жемчужину Оренбургской области, солёные озёра. Это уникальное место, которое полюбилось всем гражданам России. Естественно, конечно, они дали большой заряд здоровья и энергии и сил людям. Также наша команда, это жители города, создали огромную фруктуру в городе Солилецкой. Это была в первую очередь построена гостиница, где было размещать людей. Но самое главное, что люди получили дополнительный заработок. Ведь в нашем городе нет ни одного предприятия, которое могло бы что-то дать, какую-то заработную плату людям для существования. Раньше у нас курортный сезон продвигался 90 дней, потом перешёл на 75 дней, а сейчас, к сожалению, уже 30 дней. И за эти 30 дней люди должны заработать деньги, чтобы прожить весь этот год. Как жить, люди не знают. Сначала, конечно, вопрос был, надежда это на первое число июня. Сейчас уже выходит, уже на 20 июля. Конечно, устал город ждать этими надеждами. Людям нужна какая-то уверенность в завтрашнем дне. Или нужно сказать, что вообще не будет сезона курортного вообще. И тогда люди смирятся и поймут. И не будут складываться, и не будут заниматься. Или нужно просто с ними разговаривать. Нужно определять, нужно какие-то моменты. В первую очередь хотелось бы обратить внимание, что солёные озёра, вот они, видите, закрыты. В первую очередь. Но ещё есть и горожане. Ладно, не пускают туристов. Не пускают туристов. Ладно, им нельзя ехать. Но горожанам можно посетить соляные озёра? А власти жителям области тоже посетить озёра. Пускай и не укрепляют свой иммунитет, здоровье, раз такая проблема. Все понимаем, что коронавирус – это серьёзная вещь. Но давайте сделаем так, чтобы и жители тоже в области могли принимать участие в оздоровлении. Спасибо. Сейчас у нас в прошлый год был половина, как бы, скажем так, проблемной, так как у нас делались дороги в Соль-Леске. Этот год у нас совсем закрыт. То есть мы, по сути, не работаем уже второй сезон. Для города это очень катастрофически. И для молодёжи это очень катастрофически. Потому что многие учатся в вузах. Многие оплачивают со своего кармана деньги. И хотелось бы изменения в городе Соль-Леске, чтобы на нас обратили внимание и сделали какие-то особые ограничения в городе, на область и так далее. Спасибо. Мы просим, народ просит. Мы хотим открыть солёнку. Мы хотим заработку. Мы хотим долги отдать. Всё, полтора месяца нам дайте поработать. Нет, молодцы. Все города открыты, а нас сейчас еще подойдут. Нам детей нечем кормить комцы-комцов. А самое интересное, страдает вся страна. Почему? Потому что многие люди приезжают к нам на озера лечить. Как золоток. Владимир Владимирович, у меня один вопрос. Почему на наши городские озера не пользуются услугами такими, как ветераны, труженики, инвалиды, не пускаются бесплатно на солёные озера? Пенсионеры по льву оценения не идут. Пенсионеры, ладно, пусть пускают бесплатно на наши озера, это наше достояние, это наш город. Мы выросли здесь, а нас не пускают. У меня один вопрос. Почему нас не пускают бесплатно? Сравнивая нашу ситуацию с Крымом и Краснодарским краем. В Краснодарском крае за последние 10 дней, как они уже работают, с дезавровной статистики нет. То есть статистика держалась на уровне 50-60 заборевших, так она и осталась. Хотя приток туристов очень большой. Поэтому мы просим вас ввести особые условия для города Солецка, чтобы к нам ехали отдыхающие и город продолжал жить. Если же в этом году сезона не будет, это просто крах городу, не считай зимой. На что я должна жить и на что я должна питаться, на что я должна лекарства вызвать? А пенсию не прибавляй. Попробуют они на 8 тысяч прожить. Когда коммунал 7 тысяч. Делать их особое решение, которые они на округе. Хоть какую-нибудь помощь дали бы. Я лично долгие годы выстраивал свой бизнес. Он в основном заключался на летнем. Вот сейчас все деньги в долгах, все в долгах. Сейчас это тот плохой сезон был, этот плохой будет сезон. На следующий год мы даже не сможем выйти ничего делать. Не гостиницы запустить, не торговать, не начать. Потому что кредит у нас просрочный будет. И все остальное, я думаю, будет как. Вы знаете, я вот приезжу, я специально приехала отдыхать. Ведь этот лечебный туризм развивался в течение очень много времени. И как мало надо времени, чтобы его разрушить. Посмотрите статистика, какая в Москве. В десятки, ну не в сотни, в десятки раз больше. И там все нормально для людей. Почему здесь нельзя что-то сделать? У нас практически в каждой семье сейчас либо кредит, либо ипотека. Платить нам нечем этим по счетам. Потому что курорт у нас, как видите, закрыт и не работает. Людям платить нечем, соответственно. Я сейчас не вижу выхода из этой ситуации. Вот меня сейчас, получается, забирает дом Сбербанк. То есть до этого я платил, все, не было ни одной просрочности. Сейчас получается ситуация, что я не могу платить по своим счетам. Так же, как и многие граждане нашего города. Ну хотя бы для местных, которые либо озер. Почему для местных не открывают? Да, мы-то не болеем. Весь июнь, весь июнь, пока отдыхающих нету, весь Сурелеск ходит купаться. 30 тысяч человек все ходят купаться сюда. Почему нас не пускают туда? Почему закрыли вот эти заборы? Что Мишуся, наш премьер, вице-премьер Чернышенко, ратует за открытие внутреннего туризма. Сурелеск который год занимает 5 место по посещаемости туристов в России. Открытие новых направлений это не развитие нового туризма. В том числе, зачем, почему у нас наш курорт херят? В прямом понимании этого слова. Вбухали деньги, отремонтировали, чтобы город был похож на курорт. И каким-то непонятным, беспредельным способом закрывают это направление. Страдает вся туристическая область, не только Сурелеск. Екатеринбург едет, Ижевск едет, Тольятти едут. Все едут, все турагентства из-за этого страдают в том числе. Поэтому, чтобы экономику восстанавливать, наша экономика это туризм. А наш губернатор этого почему-то не хочет. Не хочет. Не хочет восстановления экономики. Поэтому, если это дойдет до президента или до премьера, пусть обратят внимание, почему наш губернатор не хочет восстановления экономики. Все сберутся, да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»